Всем большой привет! Меня зовут Юля и в сегодняшнем видео мы продолжим рассматривать вопрос, на какую тему рисовать. Сегодня мы поговорим о очень-очень важной теме, это вдохновение из жизни. В прошлом видео я показывала, как вдохновляться уже из готовых категорий, которые представлены на сайте. Мы рассматривали сайт Фатолия и смотрели, как там дробятся большие темы, под темы, под пункты, и можно оттуда брать какие-либо темы и рисовать. В сегодняшнем же видео я поговорю, как выцеплять темы из реальной жизни. Покажу готовый пример, чтобы было понятно. У меня есть, так как я уже достаточно давно этим занимаюсь, у меня есть папка на компьютере, куда я складываю, скажем так, все, что мне понравилось. Не важно, где в жизни я это сфотографировала, в интернете я это предскрином сделала, в телефоне, не важно. На данном примере это у меня была фотография из Инстаграма, это просто певица. У нее мне показалась такая есть интересная картинка, и мне понравилась концепция, то есть я ее сразу подумала, что подходит и под караоке, и под соло, и под концерт, и под просто музыка. То есть очень много, скажем так, тем, куда я могу применить, да, то есть я себе зафиксировала данную фотографию из Инстаграма. Кстати, сразу скажу, что вот что-то из Инстаграма сфотографированное, это не считается релизом, да, то есть релиз это именно вы можете саму себя по контуру обвести. Мы берем только тему, да, то есть я придумала, не придумала, взяла из Инстаграма такую картинку, и я решила использовать именно саму идею. Итак, следующие мои шаги, это я фотографирую релиз, да, если точнее я могу без релиза нарисовать, то вперед, но, как правило, если мы какой-то силуэт человека рисуем, то, как правило, сток всегда требует релиз. Ну и, в принципе, это логично, потому что соблюсти пропорции легче всего с релиза, то есть легче всего с живого человека. Итак, я, значит, делаю релиз, то есть я фотографируюсь в нужной мне позе, естественно, фотография была не одна, их было там около 10, но я вам покажу на примере вот этой, я использовала именно ее. И силуэт, который я использовала в данной картинке, я переношу в вектор и рисую уже готовую картинку, которую я загружаю на сток. Вот это весь путь придумывания тем и рисования, и тема, взятая именно из жизни. На самом деле, вот так брать темы, это очень выгодно. Да, первое выгодно в том, что если вы взяли из жизни, конечно же, впоследствии вы зайдете на сток, посмотрите, а что уже на эту тему есть, или есть ли вообще что-то, и будете рисовать, да, что-то уже свое. Так как вы опираетесь на какую-то реальную жизнь, на реальную картинку, вы нарисуете нечто другое, что есть уже на стоках. То есть ваша картинка будет так или иначе, она будет отличаться, потому что вдохновение вы взяли не из стоков, не из готовых картинок на сайтах, а просто из жизни. То есть, чем больше ваша картинка отличается, тем больше вероятность, что она будет конкурентоспособная и ее купят. Рассмотрим второй вариант вдохновения из жизни. Сейчас у нас на дворе осень и очень много где можно встретить какие-то красивые тона, пожелтевшие листья, гармония цветов такая именно осенняя. Когда я хожу куда-либо гулять, в магазин, просто на прогулку, на море, в лес, я всегда беру с собой фотоаппарат или на смартфон, чтобы сфотографировать удачные цвета, удачную картинку, удачные объекты. Например, как вот на вот этом случае, просто листики винограда. Итак, для чего мне нужны эти листики винограда? Первое, оно мне послужит очень хорошим релизом для нарисования вот листика. То есть, я впоследствии обведу данный листик, точнее я уже как бы обвела, естественно, данных картинок тоже было не две, а очень много. То есть, столько, сколько надо. Фотографируйте нужные вам объекты. Итак, вернемся. То есть, я уже использую данную фотографию как релиз. Я обведу все прожилки, то есть, я сделаю ее так, как мне покажется, будет достаточно для красивой картинки. Я смогу обвести веточки. И я могу, самое главное, воспользоваться цветами. То есть, я воспользуюсь гармонией цвета. Но, как правило, в природе, если мы обратим внимание, зайдем, допустим, в лес, цвета очень сочетающиеся между собой. Или какой-нибудь цветок, или что-то, что-то, что-то. В природе цвета все очень сочетаются. Естественно, с помощью фотошопа можно будет впоследствии повысить контраст, как-то осветлить, сделать более яркой. Но это уже такие механические моменты. Самое главное, имейте вот эту гармонию цвета. То есть, просто фотографию. Естественно, размытый фон я впоследствии его превращу в градиент меж. Мы в дальнейшем посмотрим, как я буду это делать. И я воспользуюсь им просто как задним фоном, чтобы создать какое-то такое нежное перетекание цветов. Чтобы картинка не смотрелась более грубой. Просто белый фон или просто желтый фон. А мне нравится, когда именно более такой гладкий-гладкий переход между цветами. Это достигается именно благодаря вот таким вот градиентам меж и уже готовым фотографиям. То есть, мы в природе фотографируем просто без фокуса. Фотографируем какой-либо объект. И используем его в дальнейшем в фотографии. Градиент меж использовать можно. То есть, если это растровые, это просто фотографии. Если его перевести, не растрировать, а именно сделать градиент, то его можно загружать на сток. То есть, концепция понятна. Брать из жизни готовые фотографии. То есть, сфотографировать то, что красиво, то, что просто вам понравилось. Либо приглянулось. И уже впоследствии на основе фотографий садиться рисовать. Это может послужить хорошей базой, даже если вы не умеете рисовать. То есть, просто обвести объект, воспользоваться цветами. И уже можно нарисовать картинку. Посмотрите мое видео про релизы. Это на самом деле очень важная тема. Примите к сведению и попытайтесь это применять в жизни. Это навык, которому действительно надо учиться. То есть, первое время, когда, возможно, вы будете выходить на улицу, вы не будете видеть ни красивых объектов, ни каких-то цветов. То есть, вам не будет бросаться в глаза именно вот какие-то такие фотографии, которые бы вам впоследствии помогли на стоках. Это навык, это приходится временем, когда вы уже будете знать, какие темы вообще есть на стоках, какие есть категории, что вообще популярно, что нет, что рисуется, что нет. Сразу скажу, продается абсолютно все. То есть, вот абсолютно все продается. Поэтому от вас остается только лишь вот такие технические моменты. То есть, вдохновляться где-то в жизни, фотографировать либо на основе чего-то и рисовать картинки и загружать на сток. Чем будет более разнообразный у вас портфель, тем лучше для вас, тем выше будет ваша прибыль. У меня есть еще вот такой вот набор, да, то есть, зеленый лист и то же самое без фокуса, просто зеленые оттенки я сфотографировала. Впоследствии на основе них я тоже буду рисовать картинку. Тематику можно использовать либо Green Planet, либо просто лето, либо просто красивые листики и нарисовать какую-либо другую концепцию, либо просто абстрактный фон, да, зеленых листьев. Тоже я просто обведу по контуру, обведу жилки и воспользуюсь уже как минимум градиентом. То есть, видно здесь затемнение, здесь засветление. То есть, я уже вижу, куда падает цвет. Сейчас, так как я уже давно занимаюсь, как я уже сказала, у меня уже большая категория данных, большая галерея данных картинок, сырых картинок, которые просто я где-то сфотографировала, где-то я их взяла. Что-то служит релизом, что-то служит просто идеей, да, то есть, вот данная фотография, как я уже сказала, это не релиз, это просто идея. Это концепция, которую я зафиксировала себе и отложила, скажем так, в дальний ящик в надежде, что когда-нибудь я ее нарисую, да, или с планами, что когда-нибудь я ее нарисую. Чем больше у вас будет вот таких вот разных концепций из жизни, тем лучше. Когда вы будете уже садиться рисовать, у вас уже будет перечень, что я сегодня буду рисовать, да. В идеале, чтобы у вас еще был релиз плюс к этой, допустим, картинке, к этой концепции, и вы уже будете спокойненько рисовать, конкретно зная, что вам надо нарисовать. Еще скажу такой момент, почему мне вот нравится именно такая система, когда я даже просто, когда гуляю где-то, фотографирую какие-то места, какие-то красивые вещи, которые мне нравятся, потому что почему-то, когда я вот вдохновляюсь, да, на улице, я что-нибудь красивое сфотографирую, потом я в азарте, знаете, когда сажусь рисовать, сразу же у меня такое желание появляется рисовать. Я вот быстрее, быстрее, быстрее сесть за компьютер и попробовать, попробовать это сделать. И если получается какая-то красивая картинка, чем больше вы будете вдохновляться в жизни, в реальной жизни, чем больше у вас будет таких либо концепций, либо фотографий, тем проще, легче и интереснее вам будет работать на стоках. То есть вы сможете каждый день себе выбирать вообще вплоть до новую тему. Вы будете осваивать новые техники. Так как вы будете рисовать, допустим, разные темы, вы будете просто уже со временем, знаете, в легкую маневрировать на стоках, вы будете уже знать, какие темы есть, куда я могу применить ту или иную картинку, какая та или иная картинка, какую концепцию она характеризует. То есть я, допустим, знаю, что достаточно популярна концепция караоке. То есть уже, если я вижу какую-то солистку, пусть это не караоке, но я могу ее применить на тему караоке, потому что я знаю, что есть такая категория. Соответственно, чтобы ваших таких идей было больше, в свободное время постарайтесь потратить на сайт, на сток, на абсолютно любой сток, просто смотреть, какие картинки есть. Вот, допустим, зашли мы на шаттер сток. В свободное время просто хотя бы иногда заходите на сток и смотрите вот все подряд, вот просто вот абсолютно все картинки на разные темы. Давайте какую-нибудь другую тему выберем. То есть просматривайте все темы. Чем больше вы будете знать тем, да, вот концепции, которые вот есть на стоках, либо там кто-то уже нарисовал, кто-то подсказал, чем больше в вашей голове будет информации, тем успешнее вы будете как-то генерировать самостоятельно темы. Тем больше вы каких-то интересных тем выцепите из жизни, сфотографируете из жизни, и впоследствии вам это послужит хорошим релизом. Видите, вот какие-то осенние листики. Относитесь к этому более-менее с вдохновением. Опять же повторю, чем больше вы будете просматривать, изучать, какие темы есть, на какие темы рисуют другие люди, какие концепции есть, тем легче вам будет из жизни выцеплять и создавать себе релиз. На основании релиза всегда легче рисовать. Если у вас есть релиз, то это уже по полуспеха. То есть всегда легче рисовать картинку с релизом. Соответственно, мой вам совет, даже если вы пока еще не умеете рисовать, вы только начали, спокойненько сели, просмотрели абсолютно все категории, скачали, допустим, то, что вам даже понравилось, либо вы посчитали, что это интересно, либо вы посчитали, что это просто достаточно легкая картинка, и вы тоже такое сможете нарисовать. То есть знакомьтесь с темами, именно с концепциями, именно с идеей. То есть вот это, допустим, концепция эко, то есть это натуральная энергия, что-то из этой серии. Аэропорт, то есть это, скорее всего, путешествия, возможно, какие-нибудь. Допустим, вот здесь явная концепция электрик, работа электричества. Неважно, что вы рисуете вектор, иллюстрации или фото, вдохновляйтесь вообще всем. Не только вектор себе сортируйте. Если вы, допустим, вдохновляетесь только на векторе, большая вероятность, что вы нарисуете похожую картинку. А если вы будете вдохновляться всем, то вам просто в голову будут приходить какие-то интересные мысли и фиксируете ваши мысли. Вот половина работы заключается в аналитике. То есть просто, спокойно, без мыслей. Могу я это нарисовать? Не могу я это нарисовать? Сложно, легко, надо, не надо, будет продаваться, не будет продаваться, успешное и неуспешное. Это вообще мысли выкиньте их из головы навсегда. Это вам не поможет зарабатывать. Если вы хотите зарабатывать на стоках, вы должны заниматься процессом. То есть, знаете, как вот баскетболист, когда он играет, чтобы ему выиграть матч, ему надо сконцентрироваться на игре. Если он постоянно будет смотреть на табло, на счет, он, скорее всего, проиграет, потому что он вместо игры будет занят наблюданием за табло, хотя табло не даст ему победы. То есть концентрируйтесь не на деньгах, не то, что вам принесет прибыль, а вот именно на самой игре. В нашем случае концентрируйтесь на стоках, концентрируйтесь на идеях, на концепциях, что есть, как визуализировали какие-то, допустим, грузоперевозки, интересно, как-то визуализировали вокруг земного шара. Не думайте, можете вы это нарисовать или нет. Просто вдохновляйтесь. То есть понятно, что, допустим, если я вот такую картинку увидела, то если я впоследствии в жизни увижу какое-то, допустим, складское помещение или я увижу какие-то склад коробок, либо просто я какую-то коробку, да, ко мне, допустим, по почте придет какая-то посылка, и коробка я увижу достаточно такая будет, ну, интересная, то я ее уже сфотографирую на будущее. Не важно, буду я ее рисовать, не буду рисовать ее, но я ее обязательно сфотографирую на будущее, потому что я знаю, что такая концепция есть. Я знаю, что есть концепция грузоперевозки, отправка почтой, доставка почтой, да, то есть вот у вас должно быть вот это вот самое понятие. Есть такая концепция. Если я вдруг в жизни увидела что-нибудь такое интересное, такой предмет, который, мне кажется, подойдет, я его сфотографирую и отложу в отдельную папочку на компьютере сырые заготовки, и, возможно, в будущем я вернусь к этой теме. Вот, собирайте вот такое вот портфолио, портфолио каких-то готовых уже объектов. Опять же повторюсь, что это действительно очень-очень важный такой процесс, и чтобы стать успешным на стокерах, чтобы стать успешным стокером, желательно вот этим навыком обладать, то есть как минимум знать, какие темы, какие концепции есть, какие концепции популярны, и, второе, видеть это в реальной жизни. Как только вы научитесь видеть какие-то вот, да, картинки в реальной жизни, вы сразу поймете, зачем надо это рисовать, кому это надо нарисовать, кто целевая моя аудитория. Вы уже сможете как-то видеть, вы уже посмотрите, допустим, придумали какую-то тему или какую-то там сфотографировали какой-то объект, зашли на сток, посмотрели, что о вашей-то конкретной идее, которую вы вот сфотографировали, ее нету, и вы нарисуете уникальную картинку. Чем уникальнее ваша картинка, тем выше доход. Но опять же, концентрироваться не на доходе надо, а на процессе, то есть на процессе создания, рисования и загрузки. Доход тогда не заставит себя ждать, он будет расти, как само собой разумеющийся. Много наговорила, надеюсь, все понятно. Пишите внизу в комментариях, если что-то вы не поняли. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр и всем пока!